Управление ветеринарии по Барнаулу противоэпизоотический отдел. Эти специалисты следят, чтобы животные на территории подконтрольного района были здоровы. В порядке наши близкие хвостатые пернаты, в порядке и мы. Если вы путешествуете со своим питомцем или возите его на выставке, вы точно знакомы с этим отделом. Сматриваем собачку, допустим, если это пример собаки, проверяем, какие вакцинации у нее в паспорте расставлены и на основании этого уже выписываем документы на другую территорию. Допустим, часто ездят в Новосибирскую область на выставки и соревнования. И вот мы отправляем туда. То есть мы документом подтверждаем благополучие нашей местности. Это бесспорно нужная работа, лишь часть обязанности, которая возложена на специалистов этого отдела. На их плечах здоровье куда большего числа животных. 5900 особей крупного рогатого скота, 625 лошадей, 6700 свиней, 3350 особей мелкого рогатого скота и бесчисленное множество птиц и мелких существ. 12,24. Как и людей, буренок и бычков исследуют на туберкулез. Через три дня место введения туберкулина посмотрят вновь, проверят реакцию. С наступлением весны у ветеринаров жаркая пора. Внутри пробирки находится активатор свертывания. Данная кровь отстаивается, сливается, консервируется борной кислотой и доставляется в лабораторию на исследование. Чтобы животное не болело, важно. Но еще важнее, чтобы оно не являлось источником передачи опасных заболеваний. Последний случай возгонения сибирской язвы у нас на территории нашего района был в 1961 году. Все, после этого именно таких особо опасных заболеваний у нас не возникало. Эти заболевания относятся к зооантропозоанозам, то есть которыми болеет и человек, и животное. У нас это заболевание, конечно же, это сибирская язва, это бешенство животных и это бруцеллез. Эти заболевания ни одно не лечатся. Во все времена профилактике заболеваний сибирской язвы уделялось огромное внимание. Из-за бешенства закрывают целые территории. Возбудитель бруцеллеза может передаваться человеку с молоком и поражать опорно-двигательный аппарат, ЦНС, репродуктивную функцию. Инфицированные животные подлежат уничтожению. Если допустить болезнь и не погасить очаг, это может привести к трагедии. Норвежский фьорд у нас в Российской Федерации находится 5 лошадей. Две лошади у нас находятся непосредственно в Алтайском крае. Редкие, статные, красивые. Гордость Барнаульского ипподрома. Соседи тоже благородные лошадки. Все они представляют Алтай на престижных состязаниях. За здоровьем чемпионов постоянно следят. Ведь много поездок, много контактов. Все как у людей. Это передается контактным путем и воздушно-капельным путем. Поэтому здесь ничего не должно произойти. Это можно только завести с больной лошадью. Поэтому мы и следим, чтобы сюда, на территорию Барнаульского ипподрома, бесконтрольно не завозились лошади. Кроме осмотра шерсти, суставов, копыт, лошадям ставят вакцину от сибирской язвы, гриппа, ринов, пневмонии, лептоспироза, грибковых заболеваний. А еще, и это тоже обязательно процедура, забор крови после стартов, чтобы подтвердить чистоту победы. А вот еще одни особенные клиенты. Алтай-Фалькон – старейший питомник на территории страны. Выгнанные проконтерами из дикого мира, здесь чувствуют себя как дома соколы, балобаны, кречеты – представители уникальной популяции темной и светлой морфы, сени, краснокнижные птицы. Разведение птиц и дальнейшее совершенствование генетического потенциала невозможно без обеспечения эпизотического благополучия. Мы предоставляем пробы биологического материала, которые позволяют нам профилактировать возникновение особо опасных заболеваний. Мы предоставляем информацию о количестве получаемого инкубационного яйца. Забота о здоровье животных – задачи ветеринаров. Для десятков тысяч животных и птиц нужно разработать план вакцинации, исследований. Если кто-то заболел, то и лечение. А еще каждое животное отслеживает на ввоз и вывоз – подход индивидуальный и очень щепетильный. Главное – не допустить ЧП, хотя на этот случай есть противоэпизоотический отряд, и при необходимости он и отправится в очаг инфекции. К счастью, их привлекают очень редко, благодаря качественной профилактической работе специалистов управления ветеринарией по Барнаулу. Продолжение следует...